Друзья, всем привет! Редко у нас достается мясорубка, а когда достается, обнаруживается, что на решетке и ножах появилась коррозия и ржавчина. Поэтому я решил изготовить простое приспособление для исправления этих косяков. Понадобится небольшой кусок стекла, шайбы, гайки и саморезы, а также шпилька. Для начала берем большую шайбу и кладем на нее решетку. Делаем разметку на шайбе напротив отверстия решетки. Накерниваем и пытаемся вкрутить саморезы по металлу. Если шайба довольно толстая, то могут возникнуть трудности. Я помогал сверлом на 4 мм. После этого саморезы хорошо вкрутились. Далее взял шайбу поменьше и по месту прикинул, сколько необходимо снять, чтобы она плотно вставала к большой шайбе. Отрезал лишнее болгаркой. Теперь собираю конструкцию. Для этого накрутил на шпильку гайку, далее маленькая шайба, затем большая шайба с саморезами, на нее обрезанная шайба и в конце две гайки. Необходимо, чтобы концы саморезов немного торчали из гаек, а длина оставшейся пустой шпильки должна быть чуть меньше толщины решетки. Сейчас непонятно, но дальше будет более понятно. Гайки хорошо затягиваем. Далее из кучи наждачек выбираю подходящие зернистости. Взял на 280. Кладу ее на стекло и фиксирую малярной лентой. Устанавливаю приспособление в шуруповерт. Брызгаю немного водички на наждачку и кладу решетку сверху. Теперь позиционирую шпильку по центру решетки и саморезы должны также попасть в отверстие в решетки. Теперь аккуратно включаем шуруповерт и решетка начинает вращаться. Главное, чтобы шпилька и саморезы не касались наждачки. Потихоньку увеличиваем скорость, держа шуруповерт максимально перпендикулярно. Также можно воспользоваться сверлильным станком на малых оборотах. После того, как получили необходимую нам зеркальность решетки, следует заточить нож. Для этого всего лишь выкручиваем нижнюю гайку из приспособления. И теперь положив нож на решетку и спозиционировав шпильку по центру ножа и решетки, мы можем вращать нож. Чтобы его заточить просто сверху на решетку, кладем еще наждачку, проделав отверстие по центру. И теперь спокойно можем точить нож в соответствии с плоскостью решетки. После заточки нож к решетке идеально прилипает. Это говорит о том, что между решеткой и ножом отсутствуют какие-либо микрощели. Теперь можем спокойно нашинковать провода. А приспособл можно убрать в коробку с мясорубкой. До следующего раза. Друзья, вот такое короткое видео с самоделкой сегодня получилось. Надеюсь, оно оказалось полезным для вас. И в комментах напишите, как точите нож вы. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Также подписывайтесь на телеграм-канал. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч!